Всем привет! Давно вы у меня уже просите протестировать какой-нибудь из аппаратов фирмы Ресанта, поскольку это, наверное, одна из немногих фирм, которая так широко распространена на территории всей нашей необъятной родины и за её пределами. Её можно купить практически везде, и поэтому этот вопрос среди моих подписчиков очень актуален. Поэтому в этом видео как раз таки давайте и протестируем аппарат именно данной фирмы, и это у нас будет Ресанта Саипа 220 Синергия. Но, к сожалению, этот аппарат не будет разыгрываться у меня на канале, поскольку он не мой. Мне его дали лишь на время протестировать, и необходимо его вернуть обратно. Но, тем не менее, очень интересно узнать, что это за аппарат. Поэтому усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чайку, смотрите внимательно и не перематывайте. Начали! Даже на самой коробке написано, что это номер один на рынке сварочного оборудования. И что у нас имеется? МА-сварка, полуавтомат, ТИК-сварка, сварка порошковой проволокой, горячий старт, форсаж дуги, антизалипание, функция ВРД, ТИК-лифт, двухтактный, четырехтактный режим, синергия, сварка алюминия, дисплей, смена полярности и регулировка индуктивности. Так, сейчас я опущу эту коробку чуть ниже, и посмотрим, чем же комплектуется у нас данный полуавтомат. Так, это пенопласт, сам аппарат. Посмотрим его подробнее, чуть похоже. Так, еще у нас идет инструкция. В данной коробке у нас горелка для полуавтомата. Так, и горелки еще есть стоковые наконечники и ключ для регулировок, да, для смены. Так, и что еще у нас в комплекте идет? Шланг с роликом, хомутами и провод массы. Больше ничего в комплекте нет, поскольку это все-таки у нас ассоциируется аппарат с полуавтоматом, да, и есть у него дополнительные функции ручной дуговой сварки и ТИК-сварки. Но провода нужно покупать отдельно. Масса вполне хорошая, пружинка жестковата, и сами провода, кстати, очень мягкие, легко сгибаются, и хорошего сечения 25 квадратов. Что касается самого внешнего вида, то, в принципе, аппарат смотрится неплохо. В глаза бросается большой ЖК-дисплей, на котором происходят все регулировки данного аппарата с помощью двух крутилок и трех переключателей. Но об этом чуть позже. Далее у нас идет евроразъем для полуавтомата, решетка для вытяжки. Есть возможность переключения полярности на данном аппарате, например, для ручной дуговой сварки, порошковой сварки и ТИК-сварки. И также есть возможность подключения с пулгана для сварки алюминиевой проволокой. На этой стороне у нас имеется еще одна дополнительная решетка для дополнительного охлаждения самого аппарата. На задней стороне кнопка включения-выключения, штуцер для газа для полуавтомата, вентилятор, сетевой шнур. Кстати, сетевой шнур довольно-таки длинный, двухметровый, сечением 2,5 квадрата. Но, опять же, оплетка мне не очень нравится. Она такая жестковатая немножко, и я думаю, что со временем, если его часто использовать, она может полопаться. Ну и, соответственно, табличка с данными, с производительностью аппарата на разных режимах сварки и так далее. Ну и с этой стороны у нас имеется отсек для проволоки. Катушка рассчитана на до 5 килограмм. Сейчас я посмотрю сразу, есть ли возможность использовать 1-килограммовую катушку. Да, можно подсоединить сразу же 1-килограммовую катушку. Это очень хорошо и удобно, да? Не надо никаких переходников. Ну и, соответственно, роликовый механизм подачи проволоки. В принципе, металлический корпус, да, всё отлично. И также есть возможность горелка с катушкой, вот как раз-таки, да, с полган, да, можно переключить на просто горелку и горелку с катушкой. Ну и подача проволоки без газа. Так, это всё уберу, закрою. Давайте я сейчас всё подключу. Включу сам аппарат и продолжим. Аппарат подготовил к работе, всё необходимое подключил. Теперь можно его включать и настраивать. При старте, да, появляются, загораются все индикаторы на данном аппарате. И, как вы, если заметили, то здесь загорается жёлтый огонёк. Он включается лишь в том случае, если аппарат перегревается. Сейчас же горит зелёненький, это значит, что у нас аппарат включен в сеть. Так, первое, что мы можем изменить, так это режим сварки. Сейчас у нас стоит ручная дуговая сварка. И при нажатии первой стрелки происходит смена. Тик-сварка, полуавтомат в энергетическом режиме и полуавтоматическая сварка в ручном режиме. Пока остановимся на ручной дуговой сварке. И первое, что мы можем здесь изменить, так это регулировка тока. У нас происходит от 10 до 220 ампер. Довольно-таки широкий диапазон настройки тока. Но пока остановимся где-то там на 100 амперах, да. Так, далее, что мы можем здесь также изменить, так это горячий старт. И вот такая, выскакивает такой значок. То есть, вначале он повышает ток, затем уменьшает до значения на первом дисплее. Регулируется он от 0 до 10. Скорее всего, в процентном соотношении каком-то. Но, опять же, нужно тестировать и смотреть. Дальше нажатием на вторую, потенциометр, да, или энкодер. У нас есть возможность регулировки форсажа дуги. То есть, эта функция позволяет нам стабилизировать дугу, когда есть вероятность обрыва ее. И следующее, что мы можем изменить, так это включить функцию ВРД. Загорается такой синякий огонек. Данная функция позволяет нам работать сварочным аппаратом в каких-то замкнутых емкостях металлических. Также на больших металлических конструкциях, либо во влажных помещениях. То есть, эта функция понижает напряжение холостого хода до безопасного. И мы можем спокойно касаться электродов, не боясь, что нас убьет током. Но пока я эту функцию выплечу. Так, он. Больше нас здесь ничего настроить нельзя в режиме ручной дуговой сварки. Поэтому перейдем к тиг-сварку. Тиг-сварки здесь, опять же, ничего кроме как регулятор тока не настроить. Поскольку это у нас такой легкий тиг-сварка. Легкая тиг-сварка, которая работает только от горелки вентильного типа. То есть, газ мы подаем самостоятельно вручную. Никак не через кнопочку. И сварка алюминия на тиг-сварке данной невозможна. Далее, полуавтоматическая сварка в синергетическом режиме позволяет нам настройкой одного параметра настраивать, соответственно, сам режим сварки до оптимального. То есть, при выборе этого параметра сварки в синергетическом режиме нам достаточно лишь изменить один параметр, влияющий на сварку. Это толщина сварного металла. И уже от того, какую толщину мы выставим, аппарат сам автоматически выставит силу тока, скорость подачи проволоки и напряжение. И, в принципе, больше ничего нам настраивать не нужно. Но, соответственно, кроме того, чтобы выбрать сам сваренный материал, в данном случае это у нас будет обычная сталь в смеси с аргоном. Далее у нас идет обычная сталь в 100% углекислотке. Сварка порошковой проволокой. И сварка нержавейки. И опять-таки, да, и выбор самой диаметра проволоки. 0,6, 0,8 и 1 мм. Если мы хотим поварить алюминий, то здесь уже надо его настраивать сбоку, как я вам и показывал, кнопочкой с пулган. Я ее переключаю. И, соответственно, здесь у нас теперь выбор сварки алюминий и кремниевых сплавов, либо сварка алюминий и магниевых сплавов. И также для них выбирается проволока 0,8 и 1 мм. А здесь только 1 мм. Но мы вернемся обратно. Буду работать в смеси, да. Также в данном режиме у нас есть возможность настройки длины дуги. И, как известно, да, чем длиннее дуга, тем она горит нестабильная, больше разбрызгивания и так далее. И, соответственно, если мы варим какие-то, например, тавренные соединения, то, соответственно, нам нужно горелочку отдалять чуть подальше. И вот чтобы не было такого разбрызгивания, как раз таки этим режимом, этой функцией можно настроить наш сварочный аппарат, чтобы дуга всегда горела стабильно. Ну и, соответственно, также можно сменить индуктивность настроить. Настройка индуктивности происходит от минус 10 до плюс 10. И позволяет нам в зависимости от необходимого результата настраивать сварочный аппарат таким образом, чтобы было, опять-таки, да, меньше разбрызгивания, чтобы у нас шовчик вложился более гладко, чтобы было больше проплавления. В общем, чем больше индуктивность, тем больше проплавление и гладкий шов, чем меньше индуктивности, тем шов, ну, горение дуги более холодное, больше разбрызгивания и так далее. И шовчик получается более узкий. Ну и, соответственно, также можно заменить двухтактный режим на четырехтактный режим. И последнее, что у нас осталось из режимов сварки, это полуавтоматическая сварка в ручном режиме, где мы сами настраиваем как скорость подачи проволоки, так и напряжение. Ну и, соответственно, также можем изменить еще индуктивность и выбрать двухтактный либо четырехтактный режим. В принципе, с настройками данного аппарата вроде как разобрались, поэтому давайте попробуем им поварить в разных режимах. Первое, что бы хотелось проверить, это как он работает синергетически, поэтому выбираем полуавтоматическую сварку в синергетическом режиме. Сварить я буду металл толщиной 2 мм, это будут профильные трубы, и на них его пробуем. По мне, конечно, настройки слабоматы. По мне, так, настройки данной синергетики немножко не хватает, я бы добавил, поскольку все-таки варь получается узкий, высокий, и металл плохо прогревается, видно даже, как дуга горит нестабильно, поэтому, да, стоит добавить. Ну, и тем более, что это просто в нижнем положении сварка, давайте, да, для демонстрации я попробую поварить тавром соединение. Да, горение еле-еле происходит. Плохо прогревается не там. Все-таки настроек данной синергетики недостаточно для 2 мм металла, и, как я уже сказал, в тавром соединении это только усугубляется, поэтому давайте перейдем в ручной режим, и настрою я аппарат уже самостоятельно. Для этого перейду в ручной режим, и выставлю, ну, давайте скорость подачи проволоки, наверное, попробую сначала где-то 5,5, а напряжение, ну, давайте, вольт 17. Попробую на этих параметрах, посмотрим, что получится. Ну, вот здесь уже шовчик получается получше, как видно, да, нет чешуек у него, ложится очень хорошо, прогревает металл также отлично. И для сравнения покажу, как первый шовчик прогрел металл, и как второй. Как видно, да, у первого шовчика практически прогрев еле-еле, а у второго очень хороший. Прогревает отлично. Ну, и также в этом положении положу еще один валик для сравнения, и посмотрим, что получится. И даже еще чуть-чуть увеличу настройки, так, подачу я сделаю, наверное, 6 метров в минуту, а напряжение увеличу до 18. Ну, вот уже с ручной настройкой шовчики получаются то, что надо, вообще отличные. Вроде как чернофы более-менее разобрались, попробую тебе поварить нержавейку. Для этого, да, выставлю в синергетическом режиме стейн от стил нержавейка, диаметр уменьшу на 0,8, и поставлю 2 миллиметра. Посмотрим, как синергетика справится с нержавейкой. Попробую поварить также табры соединения. Здесь у меня нержавейка толщиной 1,5 миллиметра, поэтому думаю, что в синергетическом режиме для 2-х миллиметрового металла, думаю, вполне будет достаточно. Но сейчас проверим. Ну и хоть, конечно, дуга поначалу горела нестабильно, лишь только в конце она там выровнялась и начала гореть вообще отлично. Но, тем не менее, да, шовчик заварился вполне прилично, нормально, практически чешуек нет, проплавление хорошее. И ещё это к тому, что смесь всё-таки у меня не подходящая для сварки нержавейки. Там нужно всё-таки с меньшим содержанием аргона. У меня оно 20%, поэтому результат тоже ещё такой сказывается на результате. Но, тем не менее, заварить вполне возможно даже на синергетике. Конечно, было бы интересно ещё протестировать и сварку алюминия через полган, но у меня такой возможности нет. Поэтому давайте, наверное, перейдём сразу же и на ММА-сварку. Это куда более интересно. Как раз-таки проверим, да, есть ли антизалипание, как работает горячий старт и форсаж дуги. В первую очередь, конечно же, проверю я антизалипание. Посмотрим, как отреагирует аппарат. Да, антизалипание есть 100%. Электрод прилипает, да, но показатель сбрасывается и он легко отсоединяется. Теперь я проверю, есть ли на этом аппарате горячий старт. Для этого я увеличиваю на 100% и посмотрим, как с ним будет разжигаться электрод. Ну, давайте посмотрим. Ну, честно говоря, я не особо заметил, поэтому надо замерить. Да, горячий старт тоже не выдумка, он есть и прибор это считывает, поэтому всё отлично. Так, теперь осталось только проверить наличие форсажа дуги. Для этого я возьму другие электроды, выставлю камеру опять на сварочный аппарат и посмотрим, реагирует ли он на изменения или нет. Для этого я уберу горячий старт до нуля и выставлю форсаж на 10. Посмотрим. Прием. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как вы только что видели, только вы клещи зафиксировали, скачки Поэтому форсаж дуги на этом аппарате также присутствуют И я лично как бы не пытался утопить электрод вглубь сварочной ванны Чтобы он там захлебнулось, чтобы прервалась, залипла и так далее Но у меня этого не получилось, поскольку она постоянно горела И горела причем стабильно Вот это клево И, кстати говоря, буквально пару экспериментов провел И мне уже нравится, как на этом аппарате работает ручная дуговая сварка Горит очень мягко, стабильно Практически шепчет Но, как обычно, на полуавтоматах так и должно быть И сейчас, что я еще хочу замерить Это сколько максимальный ток у этого аппарата 220, либо же нет Для этого я сейчас уберу форсаж на 0 Так, и увеличу ампераж до максимума на 220 ампер Посмотрим, сколько покажет на этот раз стоковые клещи Поехали! Нет, ну на самом деле я удивлен Поскольку все-таки 200 ампер Да, он не на максимуме, не 220 Но 200 ампер стабильно Это тоже хороший показатель Тем более, что Как многие отзываются о Ресанте То, что они завышают ток И вместо 200 ампер у них максимум 160 Здесь же уже приближенно 220 И на самом деле меня это радует Это очень хорошо, что все-таки постепенно Да, Ресанта уже начинает более ответственно подходить К данному вопросу И уже заявленные характеристики аппарата Уже более-менее совпадают с реальными показателями токовых клещей Вот это круто на самом деле На самом деле аппарат очень интересный Довольно-таки просто и удобен в управлении Ничего сложного нет Справится каждый из начинающих сварщиков Настройка интуитивно понятна Легко настраивается Тем более, что есть еще и синергетика, которая поможет Но, правда, она мне показалась немножко заниженной Показатель Да, можно было все-таки их немножко повыше сделать Но, по крайней мере, в ручном режиме Настраивается легко Варит великолепно Шовчики получаются хорошие И уж тем более, что ручная дуговая сварка Меня вообще порадовала Варит отлично И есть антизалипание Горячий старт Форсаж дуги И к тому же еще Заявленные показатели Сварочного аппарата 220 ампер Практически соответствуют реальному 200 ампер показал у меня Токовые клещи Но и то, может быть И токовые клещи Неправильно показывают Да, но тем не менее Все-таки Приближенно К заявленным Соответствует Ток точно Это очень хорошо Жалко, что не получилось Протестировать, конечно, с полган Было бы очень интересно Но, к сожалению Такой возможности нет Аппарат уже Нужно отдавать Но все же Что получилось, то получилось И я надеюсь, вам все-таки Это видео понравилось Было интересным И на этом я буду уже с вами прощаться Спасибо, что досмотрели это видео до конца Подписывайтесь на канал Если еще не подписаны И обязательно заходите В нашу группу ВКонтакте Все, до новых встреч Всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok